Всем привет, дорогие друзья! Вы знаете, в последнее время меня вообще практически невозможно удивить стабилизатором, потому что все они похожи один на другой, примерно одинаковые по функционалу, и, конечно, выпускают вот такие шедевры типа Zune Crane 3, которые, естественно, мы тоже с вами обозреем. Но, ребят, свершилось практически невозможное. Впервые за длительное время мне понравился, вот прям понравился стабилизатор. И это FeuTech G6 Plus. И, как вы видите, он очень компактный, ребят. Вот для сравнения DJI Osmo Mobile 2. То есть, по большому счету, Zune Smooth 4, который является стабилизатором для смартфона, больше по размерам, чем вот этот вот малыш или малышка, не знаю, кому как нравится. Но он может работать как со смартфонами, так и с камерами GoPro. А что самое главное, и это просто, мне кажется, идеальный вариант для людей, которые снимают свадьбы на вот такие камеры. Вы ставите сюда Sony A60-00, A63-00, A65-00, как вот сейчас в нашем данном случае. Ставите вот такой вот объектив. Это может быть блинчик, а на самом деле это может быть и зум-объектив более тяжелый. И у вас получается вот такое вот легкое, компактное решение для работы. И это именно то, каким должен быть на самом деле стабилизатор. То есть, легким, компактным и хорошо работать. Давайте я сейчас вам расскажу, что он из себя представляет, что он может. И на самом деле здесь есть много очень интересных решений. Ну что, давайте смотреть. Если вы купите этот стабилизатор в течение месяца в магазине Kremlin Store и при заказе введете мой промокод, то получите в подарок вот такой хват для установки дополнительных аксессуаров. Также в магазине огромный выбор любого съемочного оборудования. Все по отличным ценам и также быстрая и недорогая доставка. Ссылка на магазин будет в описании. Там же вы найдете мой подарочный промокод. За свою жизнь я протестировал три стабилизатора компании FeuTech. И вот это вот третий. Это была Feu Alpha 2000, которая была отвратительным стабилизатором, потому что у нее была жесточайшая раскачка по горизонту. Потом был достаточно неплохой FeuTech Wimble 2. Это стабилизатор для смартфонов с селфи-палкой. И вот этот вот третий. И вы знаете, я как бы насторожен относился к этому гаджету до того, как его попробовал. Сделан он просто прекрасно. Здесь Soft Touch, вот это вот у нас металл. То есть здесь по качеству изготовления он такой же, как FeuTech Alpha 2000. То есть он классно ощущается в руке. Он работает от одного аккумулятора. Здесь достаточно крепкая и надежная резьба. Также здесь есть еще вот резьба для крепежа аксессуаров. Одна четверть дюйма. Собственно, классическая фоторезьба. Также мне очень понравился механизм фиксации осей. Это действительно что-то новое. И нигде больше я этого не видел. То есть все делается абсолютно интуитивно. Просто и нет никаких выступающих деталей. То есть когда вы его кидаете в рюкзак, он у вас там ни за что не цепляется, когда вы его быстро пытаетесь достать. Сам по себе гимбал очень маленький, но может работать с камерами весом до 800 граммов. То есть это достаточно внушительный вес для такого гимбала. При этом мощность двигателей здесь хорошая. Потому что когда он включается, он начинает трястись. То есть мощность двигателей максимальная. И потом он ее, соответственно, уменьшает. Что касается комплектации, то здесь нет ничего удивительного. Главное, здесь есть крепеж для вашей камеры GoPro. Но что меня удивило, нет в комплекте вот такой вот треноги, которую они кладут ко всем другим своим стабилизаторам. То есть вам придется ее купить отдельно. Но она стоит на Алиэкспрессе достаточно дешево. Вот так вот это все выглядит со смартфоном. Но для нас наибольший интерес представляет, как этот гаджет будет работать с камерой. Потому что для этого он и нужен. Здесь у меня Sony A6500, как я уже сказал. Здесь у меня блинчик 2.8 на 16 мм фокусное расстояние. Не забывайте, что это кроп, APS-C. И на мой взгляд, этот стабилизатор достаточно неплохо справляется с этой нагрузкой. Всего здесь есть три режима плавности, можно так сказать. Это, соответственно, стандартный, плавный и спортивный. И одну часть съемок я проводил на плавном. А вторую часть в спорт режиме, в котором скорость отклика стабилизатора существенно выше. Ну что, давайте теперь я расскажу о его режимах работы. Здесь нет ничего удивительного. Но здесь, как вы видите, есть вот такая вот крутилка. Вот такое колесико. И оно может быть запрограммировано на совершенно разные функции. Здесь у нас есть джойстик, которым мы можем задавать направление съемки. Также здесь есть маленький экранчик, на котором у нас показаны, соответственно, заряд батареи. У нас показана подключена аликамера. Она подключается по Wi-Fi. Об этом я расскажу чуть позже. Также у нас подображается режим работы стабилизатора. А также иконки Bluetooth и Wi-Fi, чтобы мы понимали, подключен ли у нас этот гимбл к смартфону и подключен ли он у нас к камере. Режимы работы у нас следующие. То есть первый режим это отслеживание по горизонтали. Вертикаль заблокирована. Двойное нажатие переводит нас в режим следования по всем осям. Тройное нажатие у нас разворачивает наш гимбл. И еще есть четверное нажатие. Это перевод в режим таймлапс. И мы можем программировать точки входа и выхода. Также, естественно, мы можем заблокировать стабилизатор по всем осям. Вот у нас портрежим. То есть вы видите, что у нас очень быстрые отслеживания. Для съемки каких-то быстрых штук очень даже подойдет. Быстрых штук. Сказал, как какой-то неграмотный пустомелья. Можно вот так снимать. В общем, что я, ребят, хочу сказать. Если вы свадьбы на такие камеры снимаете, просто must-have. Легко, компактно летаете вокруг молодоженов как угодно. Не забывайте, что здесь же у нас еще есть 120 или 100 кадров в секунду. Поэтому можно делать чумовые slow motion. Ну и просто не париться. Естественно, не забудьте поставить режим не спорт, а плавный. Тогда у вас все будет просто скользить. Но даже в спорт режиме можно плавненько вот так вот вполне плавненько облететь. И, соответственно, никаких проблем. Так что практика, практика и еще раз практика. Если мы нажмем на вот этот вот джойстик сбоку, то у нас появляется надпись gimbal, то есть стабилизатора. И сейчас вот эти вот крутилки отвечают за, соответственно, оси нашего стабилизатора. То есть вы видите, мы можем вращать по горизонтали. Если мы нажмем еще один раз, здесь появляется надпись roll control, то есть мы можем задавать угол наклона. Это очень, кстати, полезно, если у вас вдруг сбилась стабилизация, и чуть-чуть начал валиться горизонт. Можем нажать еще один раз, у нас появляется tilt control. Собственно, ничего необычного. А теперь смотрите, если мы нажмем и поддержим ее, то у нас переключается на режим камера. И у нас здесь есть управление камерой. То есть вот этой крутилкой мы можем регулировать зум. Ну, если у нас цифровой зум включен, или же если у нас совместимый объектив, который поддерживает управление зумом через, соответственно, меню фотоаппарата. А также управление фокусом. Для того, чтобы это произошло, вам нужно произвести достаточно такую сложную процедуру. Вам нужно запустить мобильное приложение FeioOn, выбрать там соответствующие настройки. Далее в настройках камеры активировать нужное приложение. Камера у вас, соответственно, создав точку доступа, там отобразится пароль. Вы должны ввести этот пароль на своем телефоне. И после этого ваш гимбл будет работать с вашим фотоаппаратом через приложение. И вам будет доступна кнопка старта остановки записи, а также управление фокусом или зумом, как я уже сказал. Причем, что самое интересное, если у вас стоит вот это вот приложение для управления, то вы не можете менять большинство настроек камеры. То есть у вас получается ограниченное совершенно меню, состоящее всего из пяти пунктов. И чтобы вернуться к обычным привычным вам настройкам, вам нужно нажать выход из приложения. И тогда у вас пропадет, соответственно, связь со стабилизатором. Вот, например, вы сейчас видите, что у нас очень низкая яркость экрана. И я не могу ее отрегулировать в этом режиме. То есть если я выйду из него, я смогу регулировать, но тогда у нас потеряется связь со стабилизатором. Но это претензия как бы не к производителю FeioTech, не к производителю гимбалов, а к камерам Sony. Если учесть, что сегодня совсем не солнечный день и даже в нем было не видно на экране ничего, и в итоге мне пришлось его отключить и нажимать эту кнопочку записи обычным и привычным нам способом. Также вы могли заметить еще здесь вот у нас такой ползунок, и он у нас отвечает за наклон по горизонтальной оси. То есть по факту вы можете управлять осями тремя разными способами. Сбоку у нас расположен разъем microUSB для зарядки стабилизатора. Что касается заряда, ну конечно компания всегда обещает нам 8 часов, 10 часов. Реально по тем отзывам, которые я читал в интернете, работает это все около 6 часов. То есть в любом случае на полноценный съемочный день вам этого хватит с головой даже вот с такими тяжелыми камерами. Ну тяжелыми камерами я имею ввиду по меркам данного стабилизатора. Ребят, я нашел нору крымского каракурта. Это аналог небольшой тарантула, но я конечно не энтомолог, но в любом случае это такие большие пауки. И если бы у нас сейчас была жвачка или пластилин, я бы и ниточка, я бы соответственно достал бы вам его и показал как он выглядит. Он большой, мохнатый и в детстве, когда я ловил их, к нам приезжали ребята, ну там из столиц, из Киева, из Москвы. Они все-таки были при бабле, ну малые мы были там лет 12-13. Вот я ловил этих крымских каракуртов, вытаскивал их, спичечные коробки, ну протыкал их, заливал их воском и продавал этим пацанам примерно по 2 доллара. Это были просто огромные деньги, но они просто у себя в городах крупных вообще таких чудес природы никогда не видели. Так что вот откуда эта предпринимательская жилка пошла. Так что вы видите, что это достаточно интересный стабилизатор, но на этом его крутость не заканчивается. Он у нас еще и защищен от воды по стандарту IP67. То есть вы можете брызгать на него, снимать проливной дождь и даже погружать на глубину полметра, там на несколько секунд, я не знаю. Ну в общем, дело в том, что стандарт IP67, он четко предусматривает показатели. Но у всех телефонов, в том числе айфонов, у них как бы, вот у старых айфонов, да, IP67, но на самом деле его там нельзя погружать надолго. В общем, как бы погружать в воду я его не советую в любом случае, тем более в соленую воду, потому что его, соответственно, ему придет конец. Но если он вдруг у вас упал в воду или, например, в аквапарке, если вы съезжаете с горки, вы можете снимать с ним без проблем. То есть брызг он не боится. Какие у него есть минусы? Конечно же, минусы тоже есть. Во-первых, мне не понравилось вот это вот. Давайте я выключу стабилизатор, чтобы он у нас не пытался исправить наше положение. Посмотрите на вот эти вот кабели. Да, вот они у нас ничем не прикрыты и ничем не защищены. И, соответственно, вот с этой стороны тоже. Вот, я не знаю, видно вам. Вот они вот у нас находятся. И получается, что если вы регулируете стабилизатор, я прямо сейчас вам это наглядно продемонстрирую. Вот смотрите. То есть у нас вот эти кабели вот тут вот находятся, да. И как бы вы видите, я кручу. И они у нас как бы трутся, а вот эту вот штуку. То есть вы будете менять, соответственно, настройки механические этого стабилизатора и постоянно крутить вот эти штуки, то вполне возможно, что через какой-то промежуток времени у вас это все добро начнет перетираться. Поэтому один раз, если вы снимаете с камерой, выставили настройки и больше туда лучше не лазить. Ну, не знаю. Опять же, шлейфы шлейфом рознь. Бывает на некоторых гаджетах шлейфы на поверхности и служат десятилетиями. А бывает, что шлейфы спрятаны внутри, но все равно перетираются. Как с этим обстоят дела на FeuTech G6 Plus, покажет только время, но я вам об этом сказал. Теперь смотрите, что мне понравилось. Здесь у нас есть фиксатор от выпадения на маленькой быстросъемной площадочке. Также у нас здесь много крепежных отверстий для установки вашего крепежа для телефона или же крепежа для GoPro. Теперь мобильное приложение. Но если вы работаете со смартфоном, то он работает с приложением VQ. То есть это ровно то же самое приложение, которое вы будете использовать, например, с FeuTech Wimble 2. Если же вы работаете с камерой, как я вам уже продемонстрировал, то это приложение FeuOn. Самая главная претензия к этим приложениям – это отвратительное качество русификации. То есть оно не поменялось с момента моего обзора FeuTech Alpha 2000. Я смотрел обзор этого стаба, пока ехал в машине сюда какого-то англоязычного. А, даже нет, я не обзор смотрел, а у них на сайте, как настраивать этот гимбл. Там все подробно очень расписано. Поэтому если вы его купите и не поймете, как там выставить настройки на камере Sony, потому что там реально можно голову сломать в этом соневском меню, то там у них я оставлю ссылочку в описании. Все это будет, можете посмотреть, как это работает. Там, естественно, у них английский текст, и там все логично. Но на русском языке этим приложением пользоваться не хочется. То есть просто вы настроили, и хочется его закрыть. Тем не менее, все работает, ничего не глючит, настройки сохраняются. Ну что, ребят, скажу вам честно, этот стабилизатор мне понравился. И часто вы спрашиваете меня в комментариях под стабилизаторами для смартфонов, можно ли их использовать с GoPro или еще с чем-то. Нет, их не удастся использовать с GoPro корректно. Поэтому, если вам нужен стабилизатор 3 в 1, что называется, то вот это вот отличный вариант. Ну а лично я, несмотря на то, что есть вот такие вот маленькие компактные камеры, вот такие вот стабилизаторы, я все равно предпочитаю продолжать снимать на смартфон. Собственно, что мы сейчас и делаем, мы снимаем на iPhone 8. Поэтому, если вы хотите узнать побольше о съемке на смартфон, как это все подключать, работать со звуком, то по ссылке в описании будет и плейлист, и статьи на сайте. В общем, все-все-все о мобильной съемке также будет в описании. Ну а на сегодня все, подписывайтесь на канал, если попали на это видео случайно, не забывайте поставить лайк. И мне Катя всегда говорит, говори о том, чтобы тебе поставили лайк в самом начале. Но я не могу, не могу это запомнить, не могу, ребят. Так что поставьте лайк, пожалуйста, порадуйте Катюшку. Ну а на сегодня все, ребят, всем пока, до новых встреч.